так сейчас следующий вариант резинки резинка в середине полотна например мы платье хотим выделить нашу талию для того чтобы не распустить лишнего и не сделать резинку с кривым таким краем где-то больше где-то меньше берем контрастную нитку такую чтобы было хорошо видно на нашем вязании и последний ряд или первый ряд резинки неважно вот у меня здесь должна быть резинка уже 10 буду вязать завязываю с катушечной со своей нитью контрастный видный нитка больше не нужно вот у меня ряд с этой нет нитью катушечной дальше вяжу на свою высоту резинки если у меня простая либо вот если у меня косички под рисунок сколько нужно провязывать провязываем высоту своей резинки я провязала 7 рядов вам сколько нужно провязать и видите мой ряд он виден и когда я начинаю распускать по рисунку свои эти петельки ведь я дошла до этой катушечной нити все я больше не распущу поэтому катушечную нить я ставлю беру свою эту петельку либо не доходя до нее один ряд либо вот так вот как как я сейчас делала у меня вот катушечная нить пошла в сторону а петля пошла подниматься все я ниже уже не опущусь кривого края у меня никогда не будет я все сделаю ровно собственно на таком полотне в середине вывязать вот так вот она очень помогает точно также соседний ряд опускаю аккуратненько вижу что у меня последняя петелька вот она катушечную нитку сторону мою петельку на крючок и поднимаю тебе резинку все никуда ничего не уедет я никогда не ошибусь после этого катушечная нить просто выдергивается получается так вот ровно и и красиво ну вот то что у меня получилось моё полотно резинка в середине теперь вот край веревочки вот видите просто беру и выдергиваю все никакой веревки она легко выдергивается получается абсолютно ровный край нигде ничего никуда не вылезает все петли ровные прекрасно сейчас я вам покажу как вывязывать резинку и горловину ну предположим что это горловина у нас получается коротенько но вы вяжете длинную вот этот край это будет края вязания он пойдет к шее горло вот этот край который закончится он будет с открытыми петлями которые будем китка прикитливать к изделию если вы делаете наоборот все делайте в обратном порядке предположим вяжу я на 6 плотности предположим я реально же вяжу на 6 плотности этими нитками набрала и обвитие первые два ряда я прописала на второй плотности если у меня резинка например 10 рядов 2 ряда 2 плотности 2 ряда 3 2 ряда 4 2 ряда 5 и 2 ряда 6 так и получается 2 ряда 2 ряда 2 плотности я провязала ставлю плотность побольше третью еще 2 ряда ведь она может не радостно провязываться 2 ряда на 4 уже лучше 2 ряда на 5 2 ряда на 6 не 2 а сколько я провяжу 2 ну провяжу 4 вот здесь это уже край резинки который будет прикитливаться беру мой петлюловитель и вот так же по рисунку какая у меня там резинка я буду делать один на один у вас какая какая нужна вам по рисунку распускаем мои петельки за счет того что мы меняли плотность вот эта часть будет гораздо уже она сложится внутрь эта часть расправиться наружу вас получится полукруглая резинка смотрите осторожно вот эти петли они очень маленькие легко спустить и делать лучше все-таки край плотники составлением этой петельки как мы уже смотрели я оставила петлю и поднимаю осторожно здесь маленькие протяжки потому что очень плотное вязание дальше легче вот таким вот образом мы поднимаем все наши петли главный секрет здесь изменение плотности в принципе это касается и 2 фантурных машин тоже если менять плотность вот так вот при вязании резинки начинать с единички и доводить до плотности изделия или какая-то может на резинке отдельная плотность я не знаю как вы вяжете тогда она будет закругляться если вы сделаете наоборот то есть вот эта часть будет пришиваться а здесь открытые петли нужны для оформления делайте наоборот вот эта часть самая свободная сюда сужаете плотность уже уменьшаете получается вот эта часть узенькая она будет собираться внутрь и таким образом мы получаем закругление так сейчас я покажу как закрывать резинку один на один мне резинка слегка подпаренные петельки по краям иголка с нитью вставляем иголку две крайние петельки в одну крайнюю и вторую продели хвостик смотрите чтобы не убежал и теперь принцип закрывание резинки один на один получается что лицевые с лицевыми изнаночные с изнаночными соединяем мы вышли из второй петли петельки изнаночной обратно лицевую видите лицевая с лицевой с этой стороны закрываем вращаемся назад как бы перед переворачиваем наше зашивание изнаночная петелька из которой мы выходили с изнаночной доходим в изнанку все вот таким образом зашивается до конца можно на особо не мудрить результат получится все равно такой же изнанка с изнанкой лицо с лицом вот мы из лицевой петли выходили вот она лицо с лицом две лицевые вот наша изнаночные с которой мы выходили изнанка с изнанкой той стороны получается достаточно эластичный симпатичный край лицо с лицом изнанка с изнанкой так зашиваем до конца старайтесь чуть-чуть подтягивать все таки хвостики чтобы не болтались иначе будут провисающие петли они не украшают никогда лицо с лицом изнанка с изнанкой закрываем так до конца получается эластичный достаточно симпатичный край который достаточно хорош с обеих сторон в общем то то как закрывать иголкой резинку два на два резинку слегка отпарила чтобы петли не убегали иголка у меня нитка не того же цвета немножко контрастная чтобы было видно как это будет выглядеть край значит иголку вводим сначала закрепляю ниточку так теперь выходим отсюда закреплю краешек в крайнюю петлю так теперь начинаем закрывать входим во вторую петлю в первую потому что первую у меня как бы на подшивку идет ее не считаем начинаем считаем первой петлей рабочую петлю нашей резинки входим первую петлю выходим из второй аккуратно сильно не тяните теперь входим первую опять и выходим из изнанки уже вот она изнаночная тельку первую изнаночную петлю получаются вот такие небольшие защипы тут дальше последнюю лицевую с которым может сдавали иголку и обе лицевые следующие в одну входим из другой выходим конечно резинка один на один закрытом виде выглядит симпатичнее но чаще используются вот такие два на два все так у меня там оставалась одна петелька изнаночная ее забираю вхожу в нее выхожу и следующий изнаночный вот она получается сильно не затягивайте но и не надо чтобы провисала то все так достаточно эластичным опять лицевую с моей стороны и две следующих лицевых все просто лицевые и изнаночные это вот одна остается изнанка вторая изнанка так лицо два лица итак таким образом опять две изнанки идут два лица две изнанки два лица вот таким вот образом закрываем до конца так а вот сейчас я вам хочу это даже не совет это один из вариантов возможных я когда-то показывала как делать как закрывать открытые петли на горловине в принципе когда у меня вот такая вот резинка например три на три но и нету способов для закрывания такой резинки но резинки такие бывают как ее можно закрыть правда вязание это идет с другой стороны потому что закрываются слева направо перевернули принцип закрывания просто вставляем вторую петлю выходим из первой опять во вторую выходим из той в которую входили подтянулась сейчас мы освободим вот из нее мы выходили из нее выходили из нее выходим все и вот таким вот образом следующая петля следующая петля входим следующую выходим из той которые только что входили по очереди то есть в одну петлю получается вставляем два раза иголку входим и выходим дважды вот так вот закрываем это просто один из вариантов закрывания иголкой в принципе таким образом можно закрыть любой край видите я попробовала таким образом закрыть резинку которую вот со всех сторон так выглядит так я закрыла резинку которую вы видели на рекламном ролике рекламной коробочке вот покажу вот кусочек этой резинки видите здесь вот здесь вот закрыта просто косичкой там что закончился образец ввязанный а вот этот кусочек я распустила и закрыла вот таким вот образом в принципе мне даже понравилось можно закрывать так все резинки с обратной стороны тоже достаточно аккуратно получается это тоже как вариант вы видите резинка два на два достаточно эластичный в то же время симпатичный такой как рулик получается можно закрывать и так резинки отвертку и так вот и так вот Продолжение следует...